Не бомбите наши дома. Он загорелся и упал. Приятно на душе. Успели дважды жениться за один день. Так сжал зубы, чтобы к губам ее не соприкасаться. Здравствуйте, Николай Ефимович. Вы герой Советского Союза. Награждены Орденом Ленина, Орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной Войны Первой Степени. Но в детстве вы лишь мечтали научиться управлять самолетом и покорить небо. Что вас привлекало в профессии летчика? На пляже находятся, летают они, пилотаж, отрабатывают высший пилотаж. Я любовался этим пилотажем. Потом вечером летчики приходили в парк. Там и музыка играла духовая, и танцы, и летчики. В темно-синей форме, загоревшие. Хрома в сапогах, сереж плечо ремень. Я влюбился в темно-синей форме, влюбился в эту форму. И в самих летчиков. И потом в девятом классе, когда был, это было уже в сороком году, спецнабор, спецнабор в авиацию. Полностью на казармное положение. То есть мы в общежитии жили, питались там на государственный счет. Амбургирование летное было. И нас отпустили на Новый год домой. А у меня была немножко знакомая девушка. Тоже ходили на танцы. И заиграли там, в общем, со всеми танцевали. Потом женский танец. Эта девушка пригласила меня. Потом я ее пригласил. Потом снова я. Один парень подходит, наш русский. Или украинец. Слушай, ты отстань от этой девушки. Эта девушка моя. Я с ней. Я говорю, что, твоя собственная, что ли? Я тебе сказал. А мне был такой знакомый сосед. От Эрвида Бросик, парень. Я ему сказал, кто его? Я говорю, вот такую ты показал. Он говорит, будет все в порядке. С ним переговорил. Говорю, больше тебе не подойдет. Когда танцы кончились, пошел я провожать. Тут недалеко от парка этого, в общежитии. Ну, она рассказала, рассказывала, как они, время проводят молодежь. Я рассказывал, как мы. Потом она спрашивает у меня. Ты куришь? Я курию. Спички есть, есть. Дай мне спичку. Я отдал ей спичку. Она переломала ее. Себе в зубы взяла. Вот вытащи. Я так сжал зубы, чтобы к губам ее не соприкасаться. Ну, все, наконец, соприкоснулись. А потом на Новый год я в форме летной прибыл. А ты вот что такой? Ну, я рассказала. О, ты летчиком будешь? Я говорю, да. Как это здорово. После этого мы с ней и не виделись. Нас больше не отпускали. В 41-м году, в мае месяце, в конце мая, закончили мэрохлуб и сказали нам по домам, ждите повестку из горвоенкомата. Ну, мы прибыли домой и стали ждать. Война началась 22-го июня. А 28-го повестка. И нас направили этим автобусом в Варшаврад. Эта школа выпускала летчиков, военных летчиков, бомбардировщиков. Немец наступал. Решение было эвакуировать школу в город Уральск. А это далеко. Руководящий состав, летный состав, постоянный. На самолетах этих СБ. А курсанты пешком. И местные жители думали, что в группу идет военных. Диверсанты, немцы, закрывали и не пускали. И вот нам приходилось ночевать и в стогах сена. Кто-то пустит. В общем, тяжело было. А какой вообще была курсантская жизнь в этой школе у вас? Эти казармы плохо отапливались. Дров не было. Питание не важно. А бомбардирование тоже. Сами ходили в наряд внутренний. Сами ходили охранять самолеты на аэродром. Но мы не теряли бодрости духа. Были все комсомольцы. Стремились как можно быстрее в таких условиях закончить. Школу летчиков. И попасть на фронт, чтобы непосредственно участвовать в боях. А потом команда прекратить на самолетах СБ продолжать летполеты. Изучать самолет Ил-2, штурмовик. И вот в 43-м году, сегодня на лед 13 часов, решили отправить на фронт. Из 150 необходимых, да? Да, там на фронте доучитесь. Полигон недалеко был от аэродрома. Ну, километра три. И вот я при заходе, значит, пикирую, бросаю бомбу, вывожу. Мотор пур-пур-пур-пур. Из выхлопных патрубков черный дым. Тяги нет. Тяга падает. Скорость падает. Я побыстрее, значит, чтобы на аэродром дотянуть. И тут у меня с под кабиной масло бьет. Комбинзон масля, лесовое масло. И у меня одна мышь. Там высоковольтная линия проходила. И мышь. Как бы высоковольтную линию не урезаться. Потом смотрю, подскочил это. Думаю, слава богу. Я еще в воздухе выключил мотор. Приземлился. И сразу подъезжает командир эскадрильи. Ну, он говорит, вылазь. Я сейчас попробую запустить. Он сел. И при запуске, хоп, он загарился. Ну, тут уже на готовой была пожарная машина. Все пошло благополучно. Приехал купец из боевого полка 312-го, штурман, ступишин Миша. Четыре летчика нужно. И у нас было четыре друга. Я, Чичкан, Шангеев, Никишин. Он посмотрел личные дела. Говорит, хорошо, берем. И там уже были новые самолеты. И командир эскадрильи говорит, вот вам задача. Каждый день тренировка в кабине самолетов по 30 минут. До автоматизма, чтобы расположение приборов, расположение кнопок. А там на бомбардировщиков самолетов там штурвал. А в кабине штурмовика истребитель ручка. Вот на этой ручке, на дной, кнопка бомбы, сброс бомб, кнопка РСов, кнопка пушек, кнопка пулеметов. Ну, были полностью подготовлены уже к полету. И вот 12 июля 43-го года мы еще первый раз, первый полет на боевое задание. Вот Курская дуга, ее еще называли Курская огненная дуга. Она состояла, эта линия фронта, с огня, пыли, дыма, артиллерия на огневых позициях. И по этой батарее нужно было нанести удар. А когда уже построились, надо обратно идти на аэродром. Смотрю, масло начало бить из-под кабины. Думаю, еще не хватало. Неужели не заметил, зенитный снаряд попал куда-то. Но мотор работает нормально. Ну, все же подозрение, думаю, что-то не то. И вот я тоже выхожу с группы, и один из первых сажусь на аэродром. Механик в первую очередь, все же на площадь, командир, что такое? Я говорю, это, смотри, масло. Вот это я масло перелил. Она выбивала. Только не говори, вот командир, а то она хажет. Ну, меня никто из командирования не спросил, а только собрал нас, командир полка, вот четверых летчиков. Вот поздравил всех с началом, с крещением боевых действий, с первым боевым вылетом. Ну, а потом пошло-поехало. Это участвовал в освобождении городов Ярцево, Ельня, Смоленск, Орша, Витебск, Могилев. И дальше освобождение Белоруссии. Дальше получалось, у меня, вот, называли мастер по точечным целям. Это точечные цели. Зенитная артиллерия, или там танк, или командный пункт, или эшелон. Мастер, особенно по зенитной артиллерии. И мастер ударов с бреющего полета. А бреющий полет, это, ну, как стол, метра полтора, да, ну, больше, и побольше высота. Бреющий полет метров до десяти. Был такой случай, тоже на Бугушевской детали. Немецкий военно-транспортный самолет Ю-52, трехмоторный. В общем, спушек. Потом еще ведомый начал вести спушек огонь. Он загорелся и упал. Приятно на душе. А когда пролетали линию фронта, на Малой высоте, на бреющем полете, вот вижу над кабиной трассирующие шарики. Я то на эти шарики, то на землю, то на шарики, то на землю. И винтом зацепился за землю. Ну, я держусь в воздухе, не падаю. И сел, подходит инженер эскадрильи, инженер полка. Ну, инженер полка посмотрел. Ну, моли Богу, что у тебя лопастя... Где этот самолетик? Вот эти вот лопастя загнулись. Все равномерно одинаковые все. Поэтому не было такой вибрации. А если бы одна или две лопасти загнулись в консоли, а другая там нет, сильная вибрация была, и ты бы не долетел. У вас еще в полку ходила шутка, что не отлили еще фашисты пулю на Оловянникова, Штангеева и Чичкана. Под Смоленском Чичкана поврежден был мотор, загорелся. Он с парашютом выпрыгнул с самолета, приземлился, тут бегут двое, начали бить ногами. Пришел в себя, слышу русскую речь. Два власовца, по-видимому. Подъезжает немецкий офицер немецкий на машине. Ну, что-то с ними там сказал, посадил меня в машину и в лагерь для военно-пленных. Ну, организм молодой, и через месяц-полтора у него это зажила рана. И они втроем, два летчика, один стрелок, решили бежать. При побеге, там, колючая проволока, они там начали кусать, что-то не получалось. Одного стрелка убили. Два летчика, он, Чичкан, и другой, спаслись. А вот вы сказали, что совершали до пяти вылетов в день. Как проводили время отдыха между вылетами? Когда ужин кончается, раздвигают столы, заводят патефон, пластинки. Там больше шурженка были, и до танцев. И танцевали мы. Ну, там по 100 грамм давали, а где 100, там и 200, не все шпили. Девушки приходили, оружейницы, парашютовую укладчицы. А потом этого летчика, который носил патефон, сбили. Ну, с этой же эскадрильи, который тоже любитель танцев, носил второй летчик. Через месяц, полтора, не помню сколько, этого летчика сбивают. И вдруг, там, Леша Мачалов, вот, слушай, черт побери, этот носил патефон, сбили. Этот взял, тоже сбили. И уже третий, никто не хочет брать этот патефон, нести. А какие приметы могли испугать летчиков-штурмовиков? Когда идешь к самолету, хоть не свистя, там, не с ведром, пустым, или, там, кошка, как-то переживаешь. А потом, когда уже сел в кабину, тут уже все, весь страх, эти все приметы остаются на земле. Когда, вот, эти, уже командиром эскадрильи, 199 вылетов, и последняя берлинская операция. Мне хочется, тоже, чтобы двухсотый вылет сделать. Но, все-таки, суеверие действует. Самому напрашиваться на полет, тоже, это плохая примета. И вот я маячу перед глазами командира полка возле командного пункта, что я тут, здесь. Потом начальник штаба полка не выдержал командиру, Виктор Михайлович. У Лавянника 199 вылетов, уже летать начали. Он его чуть ли не матом... Я сам знаю, занимайся своими штабными делами, я сам знаю, когда нужно посылать. И тут задача нанести или подавить огневые точки, орудия немецкие, огневые точки, которые ведут по нашим войскам на плацдарме. В течение 20 минут. А на цели находиться 20 минут под непрерывным огнем зенитной артиллерии, Тащие истребители противника тоже самое, это же мощнейшее сооружение. Немцы, я говорил, что во что бы то ни стало, остановить наши войска. И вот наша восьмерка в воздухе. Ну, у нас уже заведено было, мы же все знаем, когда мы подходим на высоте метра 800, и только говоришь, атака. И пошел, перед едут, значит, пошел один самолет, потом через какое-то время другой самолет, и потом круг из восьми самолетов. Вот он выбирает, увидел, где-то огневая точка ведет огонь. Или там орудие там, и подавляет, и уничтожает. Прошло 18 минут, слышу по радио, спасибо за отличное выполнение задания, можете идти домой. Подлетаем к аэродрому, и так веером мы расходимся, потом смотрю, замполит постарался. Такое полотнище, ну, метров, наверное, 10. Привет оловяннику, совершившего 200-й вылет. Ну, вам еще хотели после этого вылета присвоить звезду. Почему вы ее в итоге не получили? Приказ Стракашовского, либо директива по всем полкам, частям, категорически запретить езду на трофейном транспорте. Получали, кто умел, кто не умел, увечья. А у меня был трофейный мотоцикл. Ну, мне было тогда 22 года. Ну, что тут? Ну, находились там, аэродромная деревня, мы жили, и спортсобрание. И мы с этой деревней, мы там на мотоцикле, я, Штангееву и Чичкан, трое, без коляски. А тут навстречу едет машина командира дивизии. И свернуть кувет там, чтобы нельзя, там такая канава такая большая, нельзя. Думаю, вон, попался. Парсобрание началось. Так вот он сказал, что Рубцов, не пиши, я не подпишу. Из-за нарушения директивы Рокоссовского. Я ему, ну, бог с ним, лишь бы голова цела была. Голова цела, а второй связи не получил. У вас еще есть интересная история о том, как вы успели дважды жениться за один день. Расскажите ее. Да, было такое. В Штанге в госпитале лежал, познакомился с сестрой одной, Рита. В первых числах января 1946 года у меня двухмесячные сборы в Чечню. Грозный. Вот. И Патриар Шангеев уже в полку был. Говорит, слушай, Николай, я тебе дам удостоверение личности. Ты сритый, распишись. А потом я официально дам запрос, и она приедет как жена настоящая. Ну, в общем, без проблем. Я потренировался, как он расписывается, а фотография-то другая. Конечно, переживал. Ну, пошли там в ЗАГС. Она даже не посмотрела там, чтобы сличить какую-то фотографию. Вот. Там сделала все, поздравила с законным браком. Пришли к ней домой. Мама накрыла стол. И завочно, значит, мы уже расписаны. Она замужем. Ну, потом мать ее говорит, слушай, Коль, друга женил, а сам. Я говорю, Деда, пойдем завтра. Время подпирает. Дехать угрозно нужно. Пойдем. Тут уже я посмелее мое удостоверение. Списались. Два дня я пожил здесь. И поехал на обратном пути. И свою забрал. Есть фильм «Пять невест», в котором главную роль играет Данила Козловский. Он там проворачивает такую же аферу, как и вы. Видимо, такое бывает не только в кино. Ну, точь-точь-точь. Точь-точь. Он там только в больших масштабах это делал. Там было пять невест. Он всех твоих друзей поженил на девушках. Леш, я тут подумал. Уже едешься в рамазе. Ну, привези мне тоже невесту, а? Привези мне жену. Я как будто ты, это я. Пишите свои чувства, когда вы увидели белые флаги в окнах берлинских домов. Это специально для авиации, что мы капитулируем белые флаги. Не бомбите наши дома. Мы хотим жить в таких домах. И мысли, конечно, не было, чтобы мы по домам бомбили. Мы противника бомбим, стреляем. А тут зачем дома? Давайте еще немного поговорим о послевоенном времени. В 1963-м вы поступили в Губкинский университет. Более 30 лет в нем проработали. Как вы считаете, нынешняя молодежь могла бы так же самоотверженно сражаться за Родину? Кто? Женщины? Нынешняя молодежь. Нынешняя молодежь, так же, как ваше поколение. Когда я был комсомольцем, у нас совсем как другое понятие к родине. Больше, я считаю, что мы были подготовлены к боевым действиям. Нас не заставляли давать на ГТО. Но мы сами. Не везде в школах были снаряды, площадки такие, чтобы заниматься спортом. Мы сами делали это все своими руками. И походы делали. На речке соревнования по дальности плавания. В общем, готовили себе кармель сами. Без всякой команды командиров шли на самопожертвования. Вот в 90-е годы начало. Вот я уже утеряно поколение. А сейчас уже налаживается. Спасибо вам большое за интервью, за вашу историю, мудрость, за то, что поделились этим всем с нами.